Отлично. Ну тогда начинаем. Я сегодня вам расскажу про такая довольно общая тема на дата-дривен подходы в образовании. Я рассказывала эту тему в прошлом году, когда участвовала в Быстро в Киеве. И сегодня я ее сильно адаптировала больше под образование и под примерный уровень участников, как я понимаю, насколько вы разбираетесь, парного опыта работы в IT. Сейчас я работаю в компании Rike, которая как раз, как было сказано, работает на западный рынок. Это B2B стартап. И параллельно я немножко консультирую стартапы. Ранее я работала продакт-менеджером в B2C. Кто знает, в Казахстане есть компания Колеса Групп. Я отвечала за запуск колес в Узбекистане с проектом Автойлон Уз. Мы несколько раз ездили в Ташкент, проводили исследования, чтобы понять, как лучше запускаться, как лучше удовлетворять потребности местной аудитории. Ранее я работала в Ozone Travel, отвечала именно за мобильные приложения. И также немножко работала в стартапе, который отвечает за… На данный момент он уже закрылся, но он, короче, был платформой онлайн-курсов для архитекторов и строителей. Довольно узкая ниша. И как бы небольшой опыт в образовании у меня есть. Ранее, совсем рано я работала full-stack веб-девелопером. То есть какие-то технические моменты, если у кого-то будут вопросы, потом можно будет пообщаться, я могу что-то подсказать. Ну и плюс у меня совсем небольшой опыт в социальном активизме, по феминизму и ЛГБТ-повестке. То есть примерно я понимаю, на самом деле, чем вы занимаетесь. Я сама в этом всем участвовала. Очень сильно поддерживаю людей, которые неравнодушны к тому, что происходит в мире, и пытаются мир как-то улучшить. В случае поддержки, короче. Давайте сейчас сделаем небольшое такое отступление. Напишите очень кратенько в чатик, что у вас за образовательный проект, как вы воспринимаете, кто конкуренты для вас. Тут пример приведен. Если у вас проект уроков программирования для детей, то, соответственно, конкурентами могут быть проекты Grasshopper, LEGO Coding, любые курсы для взрослых и Udemy, Coursera и тому подобное. Вы сейчас написали несколько примеров, и я хочу обратить ваше внимание, кто на самом деле является вашими конкурентами. Это не то, что вы написали. Некоторые вы написали, что конкурентов нет вообще. На самом деле, даже для тех проектов, для которых, кажется, конкурентов нет, конкуренты на самом деле есть. И это то, что ворует внимание вашей аудитории. В основном это социальные сети, игры и другие сервисы с развлекательным контентом. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда все сидят на карантине и выходить в некоторых странах уже более-менее можно, но далеко не везде. И, кажется, это продлится еще достаточно долго. В каком-то виде ограничения все равно будут существовать еще какое-то время. И, соответственно, в таких условиях вашими конкурентами являются популярные сервисы, которые требуют очень много внимания аудитории, и которые уже на данный момент существуют, существуют давно и успешны. Здесь небольшая статистика по скачиваемости приложений за последние 10 лет. Это статистика от сервиса, которая анализирует магазины приложений App Store для iOS и Play Market для Android. Как видно, тут все либо социальные сети, либо вот единственный проект браузера, который вышел на 8 место. И он на самом деле просто потому, что либо башен и работает в Китае, где большой китайский фаервол, великий китайский фаервол, и, соответственно, там нет практически конкуренции. Все остальное это либо мессенджеры, либо социальные сети. Ну и еще YouTube, который, в общем-то, тоже можно отнести в некотором роде к социальным сетям, и тоже является сервисом развлекательного контента. И при этом очень важный момент, что здесь статистика топ-10 в приложении по заработку. То есть сколько, извиняюсь, по времени, сколько времени проводит пользователь в приложении. И, как вы видите, это тоже, опять же, совсем не образовательные сервисы, хотя вы перечислили довольно много сервисов, и в том числе, вот как я приводила, например, Udemy и Coursera являются довольно популярными площадками онлайн-образования, но тем не менее они не входят в топ-10. И об этом надо помнить, когда вы работаете над своим продуктом, потому что привлекать внимание и пытаться конкурировать за внимание в условиях коронавируса и пандемии, когда все сидят дома, и при этом человеку очень легко переключиться на соседнюю вкладочку и посмотреть YouTube-чик, или там на телефоне открыть Facebook и позалипать в нем. Ваш проект рискует не суметь конкурировать. Давайте подумаем, что делает их успешными. Можно, конечно, на эту тему очень долго размышлять, и есть много разных теорий, разных гипотез, что действительно помогает социальным сетям удерживать внимание. Я расскажу об одной гипотезе, об одной довольно популярной теории. Мне она нравится, потому что она звучит очень правдоподобно и очень хорошо обнажает, скажем так, человеческую натуру. Есть предположение, что успешны те сервисы, которые потакают к смертным грехам человечества. Я не являюсь религиозным человеком, но мне нравится то, как это хорошо описывает, почему людям нравится залипать в социальных сетях. Здесь приведены несколько примеров того, где люди по каким причинам могут залипать, и об этом важно помнить. И здесь еще небольшое такое уточнение, что есть понятие гемификации, скорее всего, так или иначе, все слышали, это попытка внедрить игровые подходы в ваш продукт. И на самом деле гемификация – это попытка обмануть мозг, сделать вид, что образовательный продукт направлен на удовлетворение лени, возможно, каких-то других грехов, но на практике гемификация – это лишь попытка, и, к сожалению, не всегда успешно работает. Возможно, если вы уже пробовали применять эти подходы у себя, возможно, вы заметили, что не всегда срабатывает. Собственно, как сделать успешный продукт в таких условиях, учитывая, что вы конкурируете за внимание вашей аудитории. Я сейчас расскажу про юнит-экономику. Это общий подход, который позволит как раз определиться. В моем понимании, что делает проект успешным, это то, что ты можешь достаточно много зарабатывать, чтобы продолжать развивать свой продукт, чтобы использовать платные привлечения, платные маркетинговые каналы, и при этом как минимум окупать свой продукт, то есть окупать, выплачивать стабильно зарплаты людям, которые работают над этим продуктом, покупать все необходимое оборудование, которое нужно для производства контента и товаров, если вы какие-то товары продаете. И, собственно, юнит-экономика глобально состоит всего из двух метрик. На двух показателях основывается. Первый – это сколько денег мы потратили на привлечение пользователя, Customer Requisition Cost, и сколько денег, собственно, мы с этого пользователя заработали. Lifetime Value – это доход с клиента на протяжении всей его условной жизни в продукте, сколько он с вашим продуктом взаимодействует. Глобально довольно предсказуемо, что успешные продукты – те, у которых доход с клиента выше стоимости привлечения. Здесь и даны ссылки, у вас презентация будет скинута позже, здесь даны ссылки на, собственно, все метрики. LTV и CAC раскладываются на кучу других метрик, на которые уже вы можете влиять более подробно. Они в том числе и есть продуктовые, которые помогают вам определять, что именно делать, чтобы улучшить продукт, чтобы как раз снизить стоимость привлечения или увеличить доход с клиента. И есть ссылочка на файл моделирования юнит-экономики. Мы с ним еще немножко поработаем сегодня, если успеем. Там довольно простой Excel-файл, который позволяет просто рассчитать как раз основные метрики и понять, на чем надо сфокусироваться, чтобы улучшить общие показатели вашего продукта. При этом надо помнить, что привлечение пользователя вообще не зависит от продукта, потому что это привлечение работает на более раннем этапе, до того, как пользователь с продуктом вашим непосредственно столкнулся. И стоимость привлечения зависит от конкуренции в канале. Чем больше других проектов покупает реклама в этом канале, тем дороже, соответственно, привлечение. Например, в социальных сетях рекламу покупают все, и, соответственно, в социальных сетях реклама довольно дорогая. Дополнительно стоимость привлечения зависит от ваших компетенций по работе с этим каналом. Например, если вы ранее никогда не настроивали контекстную рекламу, скорее всего, вы настроите ее не очень качественно, и стоимость привлечения будет дорогой. То есть вы настроите так, что кликов по объявлению будет мало, объявления будут очень, сами клики будут очень дорогими, и люди, которые будут приходить, они, может быть, будут нецелевыми, и, соответственно, потом они будут мало покупать, скорее всего, быстро уходить, и это все будет сказываться на ваших показателях. Ну и, собственно, да, конкуренция зависит от самого канала, потому что в социальных сетях сидит примерно одна категория людей, в играх немножко другая категория людей, при этом внутри социальных сетей есть разные группы, разные чаты, каналы, разные паблики, и тоже в разных пабликах разная аудитория. То есть если это паблик для молодых мам, то там совершенно не та же самая аудитория, что сидит там в паблике, не знаю, МДК, например. Это все нужно учитывать, и когда вы будете настраивать рекламные кампании, когда вы будете привлекать вашу аудиторию, это все важно помнить, и вам, скорее всего, будет не хватать компетенции на первом этапе. Хорошо, если у вас есть отдельный маркетолог, или вы знаете, к кому обратиться на этом этапе, потому что это то, что важно для любого продукта. И при этом я помню, в заявках было немало обращений, немало просят помочь именно с этим, потому что у всех разные стадии, у всех проекты разные, у кого-то уже есть какие-то наработки, есть какой-то продукт, который можно продавать, и, собственно, для этого нужно привлекать аудиторию, как раз начать маркетинговые активности. О чем всегда важно помнить, это о конверсии. Конверсия – это вообще отношение числа пользователей, выполнивших какое-либо действие в продукте, к общему числу пользователей, которые пришли в этот продукт, и конверсия выражается в процентах. В данном случае по целевыми действиями может быть что угодно, на самом деле и покупка, регистрация, посещение определенной страницы, протекут до конца – это тоже конверсия в прохождение до конца. Здесь показана формула для конверсии в интернет-магазине, то есть количество покупателей, разделенное на количество посетителей, умноженное на 100%, это конверсия интернет-магазина. Давайте сделаем небольшое практическое задание. Есть понятие воронки, это путь, который проходит пользователь, ну в нашем случае студент чаще всего, с момента привлечения его внимания к предложению, к курсу, до завершения этого курса. Давайте посчитаем небольшую практику, сделаем. Так, ну давайте не будем тратить много времени, у нас есть варианты. Я просто открою следующий слайд с ответами. И там видно, что те люди, которые сказали, что 1%, они правы. Это примерно можно на глаз прикинуть, что 2,5 тысячи от 200, примерно от 250 тысяч от 1% можно посчитать в уме. Это пример достаточно реалистичных цифр, которые бывают в онлайн-образовательных продуктах. И как можно понять, что 1% это совсем не те показатели, которые хотелось бы большинству людей видеть. Но это суровая правда, часто так бывает. При этом надо понимать, что далеко не у каждого проекта посещаемость 245 тысяч. Потому что это действительно хороший показатель, надо еще уметь перевести столько трафика на сейт, чтобы о вас узнали достаточно много людей, чтобы пришло 245 тысяч. К сожалению, у меня на самом деле сегодня достаточно грустная лекция в целом, потому что она про жестокую правду жизни. И, к сожалению, очень много проектов понимают, что они не жизнеспособны, когда начинают привлекать трафик и видят, что люди приходят и уходят. И даже привлечь 245 тысяч – это непосильная задача для многих. Но это то, о чем хочется начать говорить с первой же лекции, потому что об этом вам надо будет помнить. И те гранты, которые вы получите, хочется, чтобы вы потратили их рационально и учитывали это все, чтобы вы понимали, что это нелегко, что те люди, которые занимаются разработкой продуктов, созданием тех же самых социальных сетей, они прикладывают большую кучу усилий. И те, кто вышли раньше, у них есть определенные, так называемые, нечестные преимущества за счет того, что они просто вышли раньше и могут привлекать аудиторию. Чем раньше вы едите вы на рынок, тем больше у вас шансов выжить. С другой стороны, надо понимать, что до того момента, как люди, достаточно много людей о вас узнают, пройдет довольно много времени, и все это время вам надо на что-то содержать команду, потому что кушать хочется всем, и желательно каждый день. И это очень важно понимать, когда вы просите деньги у доноров, у каких-то, в частности, у пражского центра, или если вы работаете с другими донорами. Важно понимать, что чем раньше вы сможете зарабатывать самостоятельно, тем больше шансов, что ваш продукт, ваш проект будет жизнеспособен. Давайте еще небольшую практику сделаем. Здесь стата из интервью основательницы курсеры. Она рассказывает, что у них около 5-8% от всех записавшихся студентов успешно проходят курсы до конца. Здесь есть некоторые другие цифры. Давайте посчитаем, сколько новых пользователей надо привлекать каждый месяц, чтобы заработать 3 тысячи долларов. На самом деле здесь немножко хитрость. Здесь не вся информация дана, и почему-то никто не спросил, какая доля тех, кто сдал свою первую домашнюю работу, потому что эта цифра важна для расчета. Собственно, 75% мы умножаем на 50 долларов, умножаем на неизвестное количество людей, которые должны всего прийти на сайт, и вот, собственно, на долю тех, кто сдал свою первую домашку. Например, мы предположим, что у курсера этот показатель 30%. Я не знаю, насколько он завышен, насколько заниже, но, допустим, мы предположим 30%. Соответственно, нам нужно, чтобы 267 человек записалось на курс. Но это записалось на курс? Сколько пришло? Это другой вопрос. И, собственно, наверное, важный вопрос, который вас интересует на данном этапе, это сколько? Как смоделировать свой продукт? Как понять показатели своего продукта, если вы еще не все показатели знаете? И тут есть у меня немножко информации для вас. Это примерные показатели CAC и LTV, то есть стоимости привлечения и сколько зарабатывают в течение жизни продукты. Это примерные показатели средние по рынку в B2C, по вертикали конверсия в покупку, по горизонтали LTV, ну, точнее, не совсем LTV, а средний чек за месяц. Соответственно, можно понять, что где цифры красные, это убыточная экономика. Если у вас цифры, здесь примерные цифры показаны в рублях, да, это важное уточнение. Если у вас конверсия 1%, и при этом вы зарабатываете 30 рублей, то, соответственно, вы убыточны. И так довольно долго происходит, если у вас низкая конверсия, и даже при этом высокие чеки вы зарабатываете. Либо когда конверсия высокая, а чеки низкие. В оранжевой зоне жить можно, но грустно. Очень сложно жить в этой зоне, потому что это низкомаржинальные продукты. И, ну, просто сложно, тебе нужно приходится привлекать очень много аудитории, делать большие обороты, чтобы при низкомаржинальной экономике на больших оборотах зарабатывать достаточно много, чтобы окупать себя, окупать свой продукт, свою команду, все сопутствующие расходы покрывать тоже. Хорошо, там, тем, у кого высокая конверсия и высокий средний чек, но, как вы понимаете, там чек на уровне 2,5 тысяч рублей, это достаточно высокий чек, и далеко не каждый продукт может научиться зарабатывать так много со своих пользователей. Повторюсь еще раз, у меня сегодня грустная лекция. Возможно, если у вас уже есть какие-то показатели на данный момент, вы понимаете, что вы находитесь в этой зоне, в красной, либо в оранжевой. Скорее всего, вы это уже почувствовали, что вам вашему продукту не очень радостно. Но далее я расскажу, что можно сделать, чтобы эти показатели улучшить, чтобы как раз обеспечить выживаемость своего продукта. Мне очень хорошо, что сегодня вы заговорили про пивот, потому что это история, которая, скорее всего, с которой вам придется столкнуться, некоторым из вас, как минимум. Как вообще считать закрытую экономику конкурентов или свою, когда вы просто не знаете какие-то показатели? Есть так называемые усредненные показатели, рекомендуемые, очень средние по больнице, которые позволяют рассчитать в принципе экономику и понять выжимаемость. Обычно конверсия в районе 1%. В интернет-магазинах она может быть меньше 0,2-0,3%. В сервисах типа Uber или Delivery Club, то есть там, где частотный сценарий, где человек скачивает приложение, уже приняв решение о покупке, поняв, что он уже точно купит, там конверсия может быть 30-50%. Но таких, к сожалению, сервисов не очень много. И в принципе тоже на то, чтобы заставить скачать пользователя приложения, когда само вот этот вот интент скачать приложение, над ним тоже надо поработать, чтобы люди поняли, что именно ваше приложение решит потребность, чтобы такая высокая конверсия была. Соответственно, примерная стоимость привлечения посетителя в сайт, не покупателя, то есть не того, кто заплатит, а просто того, кто придет. 30-60 рублей для приложения и 20 рублей для сайтов. Это очень примерные цифры, они зависят от региона, зависят от платформы, зависят от вашего продукта, они могут сильно отличаться, это просто примерно, чтобы просто примерно рассчитать показатели. Среднее количество повторных покупок это сколько вам повторно заплатят, если у вас, например, курс, соответственно, сколько людей возьмет второй курс, или если у вас там сервис типа Lingualeo, сколько людей заплатят за второй месяц подписки. Ну и, соответственно, везде, где у вас используется digital привлечение, то есть в интернете, там экономика может сойтись при достаточно сложных, суровых, я бы сказала, показателях, когда у вас средний чек 200 рублей, пользователи пользуются вашим продуктом не менее 7 месяцев, при этом конверсия из тех, кто пришел, в тех, кто начинает пользоваться не менее 5%, маржинальность вашего бизнеса 30%, то есть в каждой продаже вы зарабатываете как минимум 60 рублей. Каждого чека. И, соответственно, РПУ – это перемножение как раз всех этих показателей, то есть у вас тогда, получается, вы зарабатываете 21 рубль, тратите 20, и у вас 1 рубль остается в маржинальности. Если у вас команда стоит, допустим, 50 тысяч рублей, соответственно, вам надо привлекать ежемесячно 50 тысяч пользователей. Но так уже хотя бы можно жить, здесь хотя бы все сходится. Часто, очень часто, в стартапах особенно, эти показатели гораздо хуже выглядят, и, соответственно, на привлечения вы тратите сильно больше, чем зарабатываете, и это экономика, которая не сходится, то есть у вас убыточная модель, ваша бизнес-модель. Здесь очень примерные цифры. Не знаю, насколько им можно верить. Это те показатели, которые утекли какое-то время назад в сети. И показатели Lingualeo за 2013 год по Skyeng непонятно за какие сроки, но это, в общем, коммерческая информация, которая в свое время утекла. И вот здесь примерный показатель. Здесь при этом стоимость привлечения показана в 3 рубля. В 2013 году для Lingualeo это было реально. Сейчас, когда прошло 7 лет, стоимость привлечения сильно возросла, потому что надо понимать, что в 2013 году почти не было конкуренции. Смартфоны только начали появляться. К сожалению, для нас сейчас конкуренция гораздо выше. Смартфонами обладает гораздо большее количество людей. То есть аудитория потенциально больше, но при этом и стоимость ее привлечения сильно выше, просто потому что вы будете конкурировать с миллионом других сервисов, которые точно так же борются за внимание ваших людей. И в рекламных каналах вы конкурируете совсем не с образовательными продуктами, повторюсь, там и социальные сети, и игры, и другие любые сервисы, которые пытаются предоставлять какие-то услуги вашей аудитории, потому что, например, люди, которые каждый день кушают, это те же самые люди, которым каждый день хотят учиться. И это те же самые люди, которые каждый день хотят, ну, может быть, не каждый день, но там периодически несколько раз в год покупать новую одежду. Эти же люди хотят периодически ездить в отпуск, и все они видят большое количество рекламы, и чем больше рекламы они видят, тем дороже эта реклама стоит тем проектам, которые эту рекламу показывают. Здесь очень интересный момент в том, что средний чек Lingvaleo 1200 рублей, то есть подписка годовая на сервис, а средний чек у Skyeng 500 рублей. Кажется, что у Skyeng показатели в 2,5 раза, ну почти в 2,5-2,4 раза хуже, чем у Lingualeo, но при этом другие показатели, даже если мы считаем одинаковую конверсию, одинаковое количество привлеченных пользователей, соответственно, количество купивших одинаковое, ну то есть просто перемножаем эти показатели, получаем 4000, можно на калькуляторе проверить. По факту из-за среднего чека и количества повторных покупок, итоговые показатели, сколько проект зарабатывает, как видите, различаются на порядке, и об этом важно помнить. Это основные метрики, которые в том файле, на котором я там ссылку, они показаны, они описаны, это можно почитать, будет про это подробнее, но здесь видно, как всего несколько цифр драматически влияют на прибыльность продукта. При этом, если посчитать эти показатели для современного мира, то есть для текущего года, как мы помним, привлечение в мобильное приложение около 30 рублей, на сайт около 20, соответственно, Lingua Leo становится убыточным, если считать для веба, как скейнг работает в вебе. Скейнг остается прибыльным, но уже гораздо менее прибыльным, то есть прибыль уже значительно меньше, и команду они при этом не окупят, потому что у них достаточно дорогая команда. Давайте подумаем сейчас, что нужно сделать, чтобы обеспечить такое большое количество повторных покупок, что не позволяет Lingua Leo, но при этом помогает скейнгу обеспечить такое большое количество повторных покупок. Так, глаза ретерминов будет, ссылка, собственно, на самом деле, на слайде была на предыдущем, я потом это все скину, все информация у вас будет, вы сможете это почитать. Извиняюсь за такое большое количество терминологии. Давайте сейчас все-таки подумаем, что нужно сделать, чтобы ваши пользователи, ваша аудитория повторно покупала, повторно вам платила раз за разом. Есть одно из предположений, что важно развивать отношения с клиентами. Еще предположение. Ранее был комментарий плюс социального предпринимательства в том, что можно рассчитывать не только на коммерческие механизмы, но и на периодические грантовые внимания за счет социальности, это немного спасает. С одной стороны, соглашусь с этим, потому что действительно тот же самый Прожский центр, Прожский гражданский центр, он готов предоставить небольшое количество денег каждому из проектов, но при этом надо учитывать, что, к сожалению, в текущих условиях многие доноры тоже не смогут обеспечить. И сейчас я говорю не про Прожский центр, я не знаю, в ситуации конкретно в Прожском центре, я говорю в целом про ситуацию в экономическом мире. Есть вероятность, что многие доноры просто не смогут раздавать деньги, потому что из-за пандемии экономика многих стран пошатнулась, из-за того, что очень много бизнесов позакрывалось, хоть и временно, некоторые из них в итоге закрылись на постоянку. И это все отразилось на экономической ситуации, соответственно, рассчитывать долго на доноров не приходится. И чем раньше вы сможете зарабатывать самостоятельно, тем больше шансов на то, что вы не закроетесь. Так, читаю ответы, кто что предполагает. Обратная связь, промо-акции, клиенту всегда нужно давать больше, чем он покупает. Вероятно, должны быть механизмы стимулирования. Персонализированный подход, педагог ставит вместе с тобой конкретную цель, вы видите достаточно быстро, каким результат за 2-3 месяца. Хорошее предположение, мне нравится, насколько оно подробное. Качество продукта не последнее соображение, верно. Может быть, сам продукт зашит цикличность, уровневость прошел один, на нем базируется другой, и надо постоянно покупать. Да. Коммуникация, скэнк, регулярные звонки, разговоры, как что, какие планы, какие цели. Да, верно. Качество обучения, если пользователь получит ценности, его ожидание оправдается, то он купит еще, тоже хороший поинт. Строится в процессе клиента, возможность менять траекторию образовательную совместно с педагогом. На самом деле, все ответы так или иначе соответствуют реальности. Надо понимать, что количество повторных покупок такое высокое, потому что действительно скэнк предоставляет высший сервис, и то, о чем многие почему-то забывают, когда рассматривают 2-3 продукта, в скэнк есть живой человек, который помогает пройти курс, и это так называемая социальная ответственность, когда ты обещаешь, что ты дойдешь курс до конца не просто самому себе, а еще и другому человеку. И как бы грустно это ни звучало, но на самом деле очень часто на мотивацию, очень хорошо работает на мотивацию человек с кнутом, который просто стоит сзади и подгоняет тебя. Это очень хорошо работает в школах, когда молодое население, скажем так, еще недостаточно самоосознанное, чтобы понимать пользу образования, но при этом по-другому их просто не заставить учиться, и поэтому там есть живые учителя, живые люди, которые просто заставляют. Это грустно признавать, но в реальной жизни это действительно так. Приходится мотивировать. Мотивация бывает внешняя, бывает внутренняя, и внешняя мотивация в определенных случаях работает гораздо качественнее, гораздо лучше. В случае с Lingoleo это полностью автоматизированный сервис, который, с одной стороны, не требует для вас, как для создателей сервиса, не требует никаких расходов, потому что он работает сам по себе. С другой стороны, просто люди, которые покупают годовую подписку, их в принципе не очень много, чаще покупают месячные подписки и забрасывают достаточно быстро. Skyeng сам тратит достаточно большое количество денег на то, чтобы просто оплачивать, выплачивать зарплаты преподавателям. То есть это снижает маржинальность Skyeng. А с другой стороны, это позволяет им предоставлять достаточно качественный сервис и удерживать таким образом аудиторию достаточно долго. Зарабатывать на этой аудитории получается 50 раз в течение года, а не один раз, как это делает Lingoleo. Так, вопрос в чате, что такое маржинальность? Маржинальность – это процент денег, которые ты зарабатываешь с продажи. Например, когда я покупаю, например, букет цветов и потом продаю его клиенту, я покупаю этот букет цветов за 500 рублей, продаю за 800, 300 рублей – это моя маржинальность. То есть вот эта наценка, которую я делаю – это маржинальность. В случае со Skyeng, допустим, урок стоит 500 рублей, и 350 я плачу преподавателю за то, что он этот урок проводит. Соответственно, 150 – это маржинальность Skyeng, те деньги, которые идут в прибыль Skyeng, позволяют на эту сумму, собственно, Skyeng содержит команду, тратит на маркетинг, тратит на поддержание серверов, на работу хостинга и так далее. То есть вот эта маржинальность, вот эти 150 рублей – это та сумма, которая позволяет Skyeng существовать как продукту, как сервису. Я хотела пропустить этот слайд, но он, кажется, должен быть вам полезный. Есть вот такие циферки, тоже, опять же, не знаю, насколько они правдоподобны, это вот то, что как раз утекло в интернет в свое время. Это показатели Skyeng, юнит экономики Skyeng. Цена урока 500 рублей, уроков на ученика в среднем 50, выручка с ученика, соответственно, просто перемножение – 25 тысяч рублей. Зарплата учителя составляет 70%, это 25 тысяч 17,5 тысяч. Комиссия платежных систем, что тоже важно понимать, когда вы принимаете платежи в интернете, вам нужно заплатить комиссию, визию, мастер-карду или процессингу, с которым вы работаете, соответственно, при получении этих платежей, тысяча рублей уходит на комиссию этих сервисов. Итого операционная прибыль с каждого ученика – 6,5 тысяч рублей. Это достаточно хорошая прибыль, как вы помните на той табличке, даже 2,5 тысячи сложно заработать, 6,5 – это очень хорошие показатели. И это то, что драматически отличает Skyeng и Lingua Leo. Казалось бы, это два сервиса изучения английского языка, но на практике Skyeng живет, развивается и растет каждый год в три раза и чувствует себя очень хорошо. Lingua Leo почти помер. Просто очень сложно привлекать аудиторию и удерживать ее достаточно долго. Когда ты не имеешь чего-то такого в продукте, что позволяет долго удерживать внимание. Skyeng – это живой человек, учитель, который с тобой по скайпу занимается, по скайпу или через собственную платформу. В Lingua Leo такого живого человека нет, поэтому люди быстро уходят. И Lingua Leo сменил уже, кажется, третью продуктовую команду, потому что люди выгорают достаточно быстро, пытаются оптимизировать продукт, оптимизировать привлечение, оптимизировать, улучшить тот сервис, который они предоставляют. Но при этом зарабатывать достаточно много все равно сложно, просто потому что это такая фундаментальная ошибка, зашитая в саму бизнес-модель. И об этом очень важно помнить, когда вы сейчас на ранних стадиях, вам легче гораздо изменить направление, чтобы стать прибыльными. И вам легче запиваться на ту модель, которая не имеет такой фундаментальной ошибки, которая просто априори стоит вам очень дорого и не позволяет зарабатывать. Собственно, тут написано, из этих 6500, которые зарабатывает скейнг на клиенте, определенные деньги уходят на маркетинг, на продажи, на управление, на контроль качества, собственно, на разработку платформы. 2% – это очень небольшие расходы, это не просто скейнг очень операционно эффективен. И на поддержку 1%. И, соответственно, в итоге прибыль, которую скейнг имеет после всех расходов с одного ученика – это 1750 рублей. Это достаточно хорошая при этом прибыль. Если вы сможете выйти на такие же показатели, это будет очень хорошо, потому что это действительно хорошие показатели в интернет-пользовании. И на самом деле моя презентация подходит к концу, я хочу дать домашнюю работу. Просто подумайте, что вы измените в своем проекте, чтобы свести юнит-экономику, чтобы потом при оформлении грантовой заявки вы просили денег на тот проект, который имеет хоть какие-то шансы на выживание. Повторюсь, как я писала сегодня ранее в чатике, пивот – это хорошо. Поэтому у меня все.